Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. День с Толком в студии Ирина Корчагина. В ГИБДД оценили дорожную обстановку в Барнауле как удовлетворительную. Накануне мост на новом рынке закрыли окончательно. Сегодня, в первый рабочий день, барнаульцы встали в грандиозные пробки. Подробнее об этом и о ходе работ на мосту в нашем сюжете. Люди поехали на работу. Места лебедей, которым сейчас ищут новое место жительства. И вот прямо сейчас на наших глазах начался демонтаж трамвайного полотна. А это значит, что с этого дня трамвай по маршрутам номер один и номер четыре идут по измененному маршруту через разворотное кольцо на новом рынке. Также сегодня на некоторых троллейбусах и трамваях начал действовать пересадочный тариф. Пока барнаульцы только вникают в новые схемы проезда, особенно сложности возникают у людей старшего поколения. Куда вот идти? Они знаю куда. Обещали единицу сегодня запустить. Вот иду на единицу. Если нет, то пойду до площади октября. Да я если разберусь, то тут же забуду. После ковида у меня как-то это. Вот идешь, спрашиваешь. Здесь вот мужчина мне подсказал. То же самое касается и водителей личного транспорта. Надо понимать, что, наверное, первый рабочий день, не все сориентировались, кто-то невнимателен. Я думаю, что до настройка будет происходить притирка еще в течение этой недели. И ситуация должна значительно улучшиться. У нас восемь экипажей ГИБДД работают на самых осложненных участках. Самые напряженные, ну это, наверное, у нас, так как под мостом очень узко, это Калинина Цеховая и Калинина Плагина. Ну если дать оценку, я думаю, удовлетворительно. Город не стоял, двигался. Мы ожидали, что будет, может быть, и хуже. Пока на мосту идет демонтаж, рабочие полностью обустроили пешеходный переход. От пионеров до дома быта установлены лавочки, урны, освещение. Пешеходный переход, те виды работ, которые было необходимо сделать по предварительному согласованию, мы работы закончили, кроме перехода через Кулагино. Там нас держит Горэлектротранс. Как только он свои рельсы разберет, мы, соответственно, доасфальтируем участок перехода через Кулагино. Здесь вот в районе ТЦ Пионер еще дополнительно панду сделаем для колясок, для велосипедов. Также до конца июня планируется запустить второе разворотное трамвайное кольцо у дома быта. Напомним, в таком режиме город будет жить до конца осени 2023 года. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. А между тем, барнаульские студенты и волонтеры тоже задумали большой проект. Дом на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия стал первым его участником. Вековое деревянное здание в центре Барнаула начали реставрировать. На работу планируется потратить около 100 тысяч рублей. Анара Шагирова продолжит тему. Очистить стены от многолетней пыли, затем нанести специальный раствор, чтобы защитить вековой дом от влаги и дальнейшего разрушения. Это первый этап работ в проекте дома. Его инициатором стал молодежный парламент края. Студенты и волонтеры намерены сохранить памятники деревянного зодчества в городе. И первым таким объектом стал дом на пересечении Красноармейского Анатолия. Этот дом мы выбрали, потому что он, во-первых, находится на видном месте. Он не является объектом культурного наследия. На данный момент фасад у него достаточно серый и потерял свой цвет. Ну и плюс мы выбирали по жильцам. Жители очень рады были нас видеть. Здесь шесть квартир, шесть собственников. Основной упор направят на восстановление оконных наличников здания, которое появилось в 20-х годах прошлого века на углу тогда еще Конюшиного переулка и Павловской улицы. Принадлежал дом, по словам историков, человеку среднего класса. Он мог позволить себе двухэтажное строение, однако из дерева, а не камня, как у богачей. Время прошло, фрагменты наличников, в прошлом визитная карточка дома были утеряны. Волонтеры обещают их восстановить и покрасить. Это чисто добровольческая история, поэтому новое направление волонтерской деятельности, абсолютно новое, интересное. И очень хотелось бы, чтобы это все получилось так, как задумали, и чтобы это была первая ласточка, и за нами последовали другие. В планах молодежки реконструкция и других зданий, причем не только в Краевой столице, но и в Наукограде и Троицком районе. Согласно смете, на реставрацию этого дома затратят 100 тысяч рублей. Средства, по словам кураторов, выделили спонсоры, известные строительные компании. Барнаул – это наш дом, и мы, как социально ответственные люди, бизнес у нас очень социально ответственный, мы хотим, чтобы наш дом стал лучше, красивее, уютнее. Поэтому я думаю, что, я даже в этом не сомневаюсь, что наш бизнес обязательно откликнется, поддержит, и такие проекты будут обязательно реализованы. Уже через месяц небольшим дом на Анатолия заиграет новыми красками, говорят кураторы проекта. И хотелось бы верить, что его еще долго не настигнет судьба других памятников деревянного зодчества, на месте которых предпочли видеть новостройки. Анна Раша Гирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Молодежный проект по восстановлению деревянного зодчества, особенно тех изданий, что не входят в список памятников архитектуры, оценили многие. К примеру, краевед Данил Дегтярев считает, что инициатива должна получить распространение и, возможно, стать толчком к созданию целого музея на улице Анатолия. Общественная инициатива по восстановлению зданий, она же ведь, в общем-то, появилась не здесь и не сейчас. Это давно, уже много лет существует так называемый томсуэрфес, когда волонтеры собираются и ремонтируют. Ну, как правило, это тоже деревянные здания, реже кирпичные, фасады также ремонтируют. Но это не памятники архитектуры, то есть памятники архитектуры трогать нельзя, там нужны только лицензированные специалисты, которые имеют право с этим работать. Обычные люди нет, ну, там только, может быть, на подсобных работах. Ну, у нас в Алтайском крае это, кажется, первый случай, но, по крайней мере, я не слышал о том, чтобы в последнее время волонтеры занимались именно ремонтом фасадов каких-то деревянных жилых домов и вообще, в принципе, какими-то манипуляциями со зданиями у нас в городе. Ну, очень хочу надеяться, что вот этот проект молодежного парламента, он будет поддержан и продолжен вот в этом том-сойер-фестом движением. Но вообще-то сохранение деревянного зодчества для Сибири – это норма. Много зданий таких сохранено отреставровано в Томске, особенно, конечно, в Переде, как тут, Иркутск со своим 130-м кварталом, там многие деревянные здания просто, ну, с нуля восстановлены, перенесены, да, в этот квартал восстановлены с нуля. В Барноле такие примеры тоже есть, но их мало, и далеко не все из них удачные. Например, вот здесь вот по улице Анатолия, 156, есть сруб, у него такой фронтончик, это, значит, начали реставрировать памятник архитектуры тогда, еще где-то в начале 2000-х годов, и не доделали, он сейчас просто стоит заросший сруб. Вот это пример неудачной попытки реставрации. Я бы поддержал идею, все-таки действительно создания музея деревянного зодчества, какой-то вот зоны в городе, где будет преимущественно вот такая застройка, и там она будет гармонировать друг с другом и не будет соседствовать вот с этими уродливыми новостройками. Проверить здоровье прямо в торговом центре. В Новоалтайске впервые после пандемии начали проводить комплексное мобильное обследование детей и взрослых. Скрининг проводят специалисты Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение и демография». Подробнее в сюжете София Яценко. Вместо кофе с сахаром – проверка крови. На фудкорте торгово-развлекательного центра собрались желающие узнать о состоянии своего здоровья. Причем на этот раз не только взрослые, но и дети. Уровень холестерина, сахар и глюкозы, артериальное и внутриглазное давление, состояние работы сердца, индекс массы тела, объем и возраст легких, комплекс мобильного обследования приличный. Узнал на сайте, прочитал объявления и решил прийти, проверить здоровье. Здоровье – это самое главное для человека, и без здоровья человек никак не успеется. Людей было, конечно, многовато, но вообще оперативно работают все так. Проверили у нас, что у нас проверяли. Рост, вес, электрокардиограмму, внутриглазное давление. В общем, проходили полностью профилактическо, на холестерин кровь проверяли. И кровь взяли, и сердце проверяли. Ну что еще-то, все вроде проверили, молодцы. Глазное дно проверили. Молодцы, мне понравилось. После скрининга врач дает рекомендации по профилактике здоровья, а также направляет людей с выявленными отклонениями к терапевту в поликлинику по месту жительства. Благодаря мобильной диагностике уже обследовали более двух тысяч жителей края. Очень много заболеваний уявляется, очень много. И повышенный холестерин, повышенная глюкоза, сахар. Даже люди не подозревают об этом, что сахарный диабет или преддиабет, нарушение толерантности к глюкозе. Мы рекомендуем обратиться к терапевту. Если необходимо, терапевт направляет к эндокринологу. Тех, кто не успел обследоваться, ждут в ТРЦ «Парк» 30 и 31 мая с 9.30 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении. Полис ОМС и СНИЛС. Обследование проводят бесплатно. София Иценко, Дмитрий Денисов, День с толком. Почти 100 музеев распахнули свои двери по всему Алтайскому краю. Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла уже в 16-й раз. Если верить организаторам, наш регион единственный, где выставки и экспозиции готовили для зрителей не только в городах, но и в селах. Наша съемочная группа отправилась в Сростки на родину Василия Шукшина и познакомилась с деревенскими чудаками. Актер читает реплики Степана Разина из рассказа «Шукшина». Читается сцена Московского театра. При этом он будто здесь в Сростках. Точнее, здесь его голографическая проекция. Так, на родине Василия Шукшина открыли музейную ночь. Возникла такая идея о том, чтобы попытаться сохранить те идеи, которые Василий Макарович делал для кино, для театра, в театре, в кино, в виде осязаемых элементов. Таких выставок в России всего три. Этот экспонат, как и другие, потрогать нельзя, но в пространстве изображение живое. Скверный слух, перегроенный на земле, Европа обазил. Фольклорные коллективы в ту ночь рассказали немало интересного. Музей-заповедник стал буквально точкой слияния веков. Лихие казаки выписывали шашками узоры в воздухе. Зорница, так зовут девушку, говорит, что наполняется энергией, когда рисуют узоры. По ее словам, ощущение средней чувством после светлого хоровода. Шашки равняют нашу энергетику, равняют поля. Здесь главным образом развивается запястье, когда мы крутим шашкой. И вот здесь очень важные точки, куда входит энергия. Балалайку, судя по данным глобальной сети, придумали крепостные крестьяне. Это как раз история 17 века. Наш друг Максим играет на гитаре и контрабасе, но сердцу ближе балалайка. Звонко очень звучит. Тут можно много играть в пьесы, в основном русские народные пьесы. История 20 века в классе Шукшина. Его мама Мария Сергеевна говорила, у сына всегда была подогнута книга под ремень в брюках. Читал Василий Макарович без разбора, все подряд. Однажды от свечи одеяло прожег ночью. Наверное, потому другие науки, точные, давались ему плохо. За одной из этих пар судел когда-то Василий Макарович. И в тетрадке он, конечно, писал не шариковой ручкой. Сегодня школьникам перо в новинку. Оттого интерес к истории не меньше, чем у старшего поколения, которые ехали в сростки Избийска и Барнаула. Замечательный праздник. Здесь действительно Шукшина, прям вот воздух Шукшина. Эта ночь собирает именно тех людей, кому это интересно. Если вы смотрите, народу не так уж много, но пришли те, кто с интересом смотрит. Свадебный обряд провели без глазки на камеру. Его таинство поставило точку в музейной ночи 22-го года. Теперь хранители музея ждут в гости любителей творчества Масилия Макаровича в дневное время и уже начинают готовиться к очередной ночи. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. А стоит ли проводить музейную ночь каждый год? С таким вопросом мы вышли на улицы города. Это просто необходимо. В чем необходимость? Во-первых, молодежь свободная от учебы и занятий в дневное время может посетить музей и по доступным ценам. Я этим не интересуюсь. Особенно в нашем городе их мало интересных музеев, поэтому... Где был? В Краеведческом. В школу еще когда ходил. Ну, я в Эрмитаже был. Потом это... Так. Ну, по Ленинграду у нас выставки были. Мы ездили в школе, когда учились. Так интересно было. Кунсткамеру видел. Как давно культурно просвещались? Ой, давно уже. К сожалению, давно. Пока нет времени. Чего не хватает Барнаулу, чтобы чаще молодежь шла в музей? Сейчас я думаю, что подрастает такое поколение, у которого другие приоритеты. Их, так сказать, направляют туда под предлогом «надо». Изумрудный парк. А что там было? Там была какая-то реконструкция к Советскому Союзу. Шахматы, 12 стульев. А я как-то проспала это событие. А в регионе уже вовсю готовятся к другому большому культурному событию – 90-летию со дня рождения Роберта Рождественского. Центральным мероприятием, посвященным юбилею, станет литературный фестиваль, который пройдет с 23 по 25 июня на родине поэтов – в Косихе. Как сообщила сегодня министр культуры, сейчас как раз сформируется программа фестиваля. Афиша будет как никогда насыщенной. Приедут родные и близкие Рождественского, известные литераторы, музыканты и деятели культуры. Программа в Косихе будет расписана буквально по часам, от начала до конца дня. Она будет включать и фестиваль самодеятельных коллективов, которые споют песни на стихи Рождественского. В Косихе на территории Яра Любви будет шесть площадок, будет разработана специальная схема сцена номер один, сцена номер два. И также они будут указаны в афише. В рамках фестиваля пройдет новый музыкальный проект, посвященный творчеству легендарных поэтов Марины Цветаевой и Роберта Рождественского. Представит проект на Алтае «Наш земляк» продюсер и исполнитель Александр Балуков, который завтра расскажет о нем подробнее в рамках пресс-конференции. Вместо свалки и болота – чистое озеро с шезлонгами. В барнаульском поселке Южный готовится к открытию экопарка «Варежка». Наша съемочная группа побывала на новом месте отдыха. Как изменилась территория и чем этот пляж будет отличаться от других городских – в сюжете Софии Яценко. Горы, мусора, ил и зеленая вода. Еще год назад это место было в плачевном состоянии. О любимом озере жителям поселка Южный напоминала разве что форма «Варежки». Привести территорию в порядок и подарить барнаульцам семейный отдых на природе хотели в последние десяток лет многие, но удалось сделать это только сейчас. Всегда мне не хватало все-таки природы, не хватало водоемок, где можно нормально, спокойно отдохнуть. И когда я с этой мыслью жил все время, когда уезжал в деревню к родителям, мне хотелось все-таки, чтобы часть природы, природа была все-таки здесь, в городе Барнауле, потому что физически не наездишься. И когда появилась такая возможность финансовая, материальная, решил сделать что-то такое, которое будет нравиться и радовать всех жителей города Барнаула, поселка Южного. Работы длились больше года. Очищенный водоем наполнили артезианской водой и завезли на территорию чистый песок. Несмотря на глобальные изменения, форму озера оставили прежней. Для комфортного и разнообразного отдыха разместили 500 шезлонгов и катамараны. В скором времени планируют сделать фудкорт, горки, пляжный и водный волейбол. Я как житель поселка Южного, который 50 лет здесь прожил, родился здесь, я очень доволен, что у нас появился такой объект социальный, ехать никуда не надо, шаговая доступность, качество, все рады. В реализации своей давней мечты предприниматель ориентировался на проект партии «Единой России. Городская среда» и программу формирования комфортной городской среды. Я считаю, это очень высоко актуальный проект как для города, так и для рядом поселковых территорий. Ведь сами понимаете, на сегодняшний день места, где можно отдохнуть возле воды, в семейном формате, с детьми, это дефицит. Поэтому это и город, и не только этот район будет пользоваться этим местом. Открытие варежки пройдет 1 июня. Первых гостей встретят развлекательной программой для детей и взрослых. Кстати, работать пляж будет с 10 утра до 9 вечера. Правда, чтобы купаться и загорать, придется приобрести входной билет, который позволит пользоваться всеми доступными удовольствиями бесплатно. София Ценк, Андрей Печоркин, День с толком. И к новостям спорта. Белоголубые завершили серию домашних игр в сезоне. На ноте позитивный. Футболисты «Динамо Барнаул» на своем поле разгромили Оренбург-2. Итог матча стал известен уже после первого тайма. Барнаульцы уверенно переиграли хозяев 3-0. Таким счет на табло и остался. Дмитрий Дроздов с подробностями. Последний домашний матч в этом сезоне болельщики «Белоголубых» пропустить не могли. Поэтому почти тысячи любителей футбола пришли поддержать «Динамо» и хозяева их не подвели. Обе команды устроили настоящий праздник для трибун. Причем все самое интересное произошло в первом тайме. Старт футбольному театру дал Владимир Завьялов, заработавший пенальти «Ворота Оренбурга-2». Завьялов открывает счет Владимир! Как известно, Барнаул – город гостеприимный. Точно так же можно сказать и про футболистов «Динамо». Барнаульцы спустя пять минут запустили в свою штрафную игроков Оренбурга. И те заработали свой 11-метровый. Но напомню, в «Воротах» у «Динамо» играет Богдан Корюкин. Это неудача плохо сказалась на настроении гостей. Команда поплыла. Свой первый гол в этом сезоне со штрафного забил Максим Ярусланов. Тем самым «Белоголубые» отправляет соперников в нокдаун. А через пару минут все тот же Владимир Завьялов ставит точку в поединке, отправляя мяч в сетку «Ворот гостей». Тем самым принцип «Динамо» играет только своими воротами. воспитанниками в очередной раз показал. Это возможно, но результат по итогу последних нескольких лет неутешительный. Да и в этом матче забитых голов болельщики больше не увидели. Разве что опасные атаки от обеих команд. Скажу так, что все эти голы мы создали сами себе. И индивидуальные ошибки футболистов такие, они повлияли. Ключевые, я бы их так назвал. Именно так Барнаульская «Динамо» тепло попрощалась со своими болельщиками в последнем домашнем матче этого сезона, который, к слову, близится к завершению. Команде теперь предстоит дважды сыграть на выезде. 1 июня в Ижевске с «Зенитом» и 4-го в Перми с «Амкаром». А в турнирной таблице «Белоголубые» расположились на 12-м месте из 15-ти, покинув несчастливую 13-ю. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...